вам нравится когда в квартире какие-то детали которые делают ее уютной так приятно когда знаешь что это ты украсил свою квартиру что-то сделал в ней такое чего нет у других чтобы было радостно возвращаться туда а шторы шторы на окнах это как картина которая в красивой раме вы согласны с этим вот я понимаю что надо новые шторы красиво готовы красивые новые надеюсь что будет очень даже симпатично светло нарядно на улице жара прям лет лето вот и я такая бегу но не очень получается как-то жарко очень да спасибо сдачи не надо пенсионеры шикуют какая глупость а ты посмотрела видео да но простите ты вперед шла поэтому профессионал в работе оператор крипс как хорошо тогда сколько лет уже этим цветам слушай больше 27 лет до сих пор они в отличном состоянии как хорошо что я купила эти цветы да разговор идет о цветах подхватах когда-то они стоили в магазине тысячи каждая тысячи крон казалось это очень дорого 2000 отдала за них но они того стоят красивые вот эти цветы подхваты посмотрите как красиво правда увидела в магазине когда зашла в магазине где подруга работает и влюбилась первым взглядом а сюда вот к этой тюле они просто идеально подходят сделаны в турции ну привезены были из турции но качество отменное видимо серединке серединке такая бусина большая крупная медового цвета коричнево медового и вот они столько лет уже служит верой и правдой не упала бы подруга как эквилибриз стоит на одной ноге практически поправляет все идеально чтоб было каждую складочку кто лучше ее сделает она четко знает как должно быть красиво элегантно очень мне нравится ее работа и окно сразу заиграла у меня кстати ее шторы прошлые тоже убраны но они дорогущие по сравнению с этими они до сих пор мне нравятся а столько лет прошло больше десяти лет шикарные шторы ну вот эти будут летом висеть а зимой те ну как вам нравится не зря же говорят что окно и квартира это самое главное вернее не так в квартире окно самое главное как она украшена и сразу комната другими красками играет пишите понравилось вам или нет ее работа 11 числа у нас день города а вот это десятое число десятое июня и ярмарка в городе муж решил внести свою лепту свою долю в мой фильм ходил за рыбкой себе ну и вот решил что надо показать что же там продают цены не сумел снять говорит неудобно было ну и понятно как то странно смотрится я тоже немножко стесняюсь всегда когда какие-то цены снимали что-то скажет ну совсем уже голова поехала одно дело когда молодые люди все это делают другое дело когда взрослые но общий вид вот пожалуйста представляю вам каким образом у нас проходит ярмарка правда всегда одно и то же практически все равно какое-то разнообразие есть для детей что-то привозят детки развлекаются какие-то машинки какие-то горки рядом с домом удобно почему не прогуляться не сходить не посмотреть если совсем это рядом ну и фильме показать другим же наверное тоже интересно что у нас происходит в городе какие новшества ну товар в основном один и тот же а вечером вечером 11 числа будет концерт посвященный дню города там строят сцену будут выступать певцы артисты музыканты будет очень весело у нас обычно из квартиры это все слышно я представляю бедный вот этот дом там мужчина один раз очень разругался с молодыми людьми они его потом встретили до мужчина побили всяко бывает он по моему переборщил там со скандалом но его понять тоже можно действительно когда постоянно вот этот шум и гам молодежь ведь не понимает что хочется тишины покоя и иногда со своим весельем переборщивают помнить в 90-е годы качели карусели приезжали ой это было такое новшество я помню даже один билет стоил по моему если не ошибаюсь вернее не так один вход там было несколько билетов на качели карусели 100 крон стоил интересно было ужас какой-то вот дорвался до ярмарки а не дорвался просто нельзя ходить туда теперь как на улице тепло жарко так как не лезь я хотела помочь тебе серьезный муж вот так вот у нас бухгалтерия ничего не пропустишь хлебушек кто любит такой хлебушек по моему из латвии такой всегда привозят то рыбка слушай ты зря на скатерть кладешь сюда смотрю хлеб не очень свежий но пока везли наверное орехи там изюм а фруктов нет жалко мне нравится когда абрикосы в этом хлебушке тогда он вкуснее пышнее слаще судак или судака с лососем такая рыбка здесь шашлычок из рыбки петрушечка абрикосы какие мягкие мягкие это укроп да это картошка ух ты какая тоже гладенькая хорошая это у того мужчину который очень вкусная картошка надо будет дочке сказать чтобы они на зиму у него купили картошку надо номер телефона взять у него а хлебушек из латвии да с изюмом а я еще люблю когда там не только изюм и орехи а еще эти где-то около двадцати восьми евро все это стоит там без центов без каких-то ну вот сходил на ярмарку двадцать восемь евро показать сколько мы платим квартплату вот за май месяц вот такой счет пришел восемьдесят евро что сюда входит у нас здесь восемь кубов восемь кубов воды вот два шестьдесят две стоит вода двадцать девяносто семь так наверное надо вот так вот вот восемь кубов двадцать девяносто семь вот столько стоит куб воды и газовое отопление в квартире вот двадцать два куба мы израсходовали за май было тепло и холодно всяко было вот стоит такая расценка куб газа 0,30 и 18,26 еще мы платим евро семьдесят восемь это общее пользование считается в подъезде там отопление не газовое ну и в доме не газовое отопление вот 3,20 куба нам ставят и вот такая вот стоимость это 0,556 подешевле конечно чем газовое отопление стало раньше было все наоборот евро семьдесят восемь ну и все остальное сюда входит квартплата там ремонтные работы и все прочее вот накопление тут 9,76 4,88 это вот на ремонтные работы накопление 19,52 это сама квартплата у нас 48,8 квадратов квартира небольшая теплая хорошая что будет в следующем году даже страшно подумать страшно даже подумать если уж сейчас газовое отопление стало менее выгодно чем центральное отопление то что будет в следующий год из электричества говорят тоже цена повысится сейчас еще пока немного по моему 19 евро что ли счет приходил за электричество ждем может вся пенсия будет уходить на это сейчас все работы возложены на квартирное товарищество так интересно есть деньги нет денег кто живет пенсионеры не пенсионеры люди которые платят не платят будьте любезны сами производите весь ремонт вот здесь ремонт крыши начинают делать а столько стоит вот эта вышка час работы это очень дорого мало того материалы плюс работы конечно и налог надо за это заплатить очень и очень тяжело квартирным товариществом хорошо что вот когда в домах все платят вовремя и дом большой то это удобно у нас вот например 16 квартир в нашем доме и конечно если какие-то серьезные работы по замену крыши или же по ремонту фасада по окраске фасада то это происходит все за счет товарищества и очень дорого и если люди не платят в квартирном товариществе это тоже дело собственников каким образом вы будете заставлять их оплачивать проживание в этом доме все возложила государство на людей удобно неудобно никто никого не спрашивал принудительно принудительно если не выбирали дом не выбирал старших по дому или как это председателей то значит город назначал вот такие новости пишите а как у вас спасибо что посмотрели спасибо если пишите комментарии я вам очень благодарна и с удовольствием отвечаю счастья вам любви мира над головой солнечного яркого лета хорошего настроения здоровья и всем пока до новых встреч пока до новых встреч